На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, потеря слуха считается самой распространенной формой инвалидности в мире. Растущее количество детей с нарушением слуха вызывает все большую обеспокоенность медиков. По мнению специалистов, очень важно, чтобы дети уже с самого раннего возраста задумывались о своем здоровье. Именно поэтому мы с учениками 4 класса организовали встречу, посвященную Международному дню слуха. Юные участники извлекли для себя много полезной информации. На морозе нельзя гулять без шапки, потому что уши могут замерзнуть сильно. Нельзя погружаться, то что надо ваткой, если в ухо попала вода, то надо осторожно, ну, как собирать воду. По мнению специалистов, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно избежать, если взрослые вовремя обратят внимание на проблемы со здоровьем у ребенка. При снижении слуха меняется речь ребенка, становится более монотонная или вообще ребенок замыкается в себе. Во-вторых, он перестает реагировать на зов, зов родителей, становится более замкнутым. Речь меняется, меняются ударения. Ребенок не слышит, ребенок отдаляется, не хочет играть игрушками. Врач-отоларинголог напомнил ученикам, что в случае возникновения первых признаков заболевания необходимо незамедлительно рассказать родителям и обратиться к специалисту.